Вот в чем дело, друзья. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами постыдными историями из моей жизни. Почему? Потому что стеснительность, беспокойство, страх неполноценности удерживали меня множество раз в жизни. Надеюсь, вы используете хотя бы один совет в вашей жизни. Первое. Ваш стыд не характеризует вас как человека. Я стеснялся того, где я рос. Я жил в маленьком, старом, побитом трейлере, и у меня была маленькая комната, которую я делил со своим братом. Были дырки в полу. Я не хотел, чтобы кто-то знал, где я жил. И самое постыдное то, что, когда я был в выпускном классе, я играл в футбольной команде, и чирлидерши пришли украшать дом. Как-то они встретили мою маму, и она пригласила их в дом. Она думала, что это хорошая идея. Я помню, как пришел домой, и мне было так стыдно, потому что мне нравилась одна из этих чирлидерш. Я думал, что никогда не буду достаточно хорош для нее. Друзья, при любых обстоятельствах, не позволяйте появляться чувству неполноценности. Вы гораздо больше. Следующий совет. Станьте путешественником во времени. Я имею в виду представление о вашем будущем. Представьте, вы принимаете решение. Есть легкий путь и сложный. Он проходит через стеснительность. И как вы будете себя чувствовать, если выберете легкий путь? Нет, вам не будет хорошо. Вы будете сожалеть о неправильном выборе. А чувство сожаления невероятно сильное. И что касается меня, когда я хотел подойти и заговорить с девушкой, это было нечто. Ох, я не могу. Мне будет стыдно, если она скажет нет. Но подумайте, вы никогда не узнаете, что могло быть. Что если это могли быть великолепные отношения? Теперь вы знаете совет путешествия во времени. Мой следующий совет. Берите на себя ответственность. Когда вы лажаете, когда вы портите вещи, когда вы ошибаетесь, будьте ответственны перед собой. Умейте сказать, да, это я. Мой друг Шон одолжил мне машину, его семейную машину. Я поехал на ней на свидание и ударил другую машину. Я не видел никаких повреждений. Я думал, что все нормально. Мы с ним немного поболтали, но угадайте, что? Я не сказал Шону. Я не взял на себя ответственность за ошибку. И на неделе его семья задалась вопросом, что произошло? С ними связалась страховая компания. Какой-то заявил парень на них, что это за история. Все было бы лучше, если бы я был более инициативен. И да, они все поняли. Они были рады, что я не пострадал. Они хорошие люди, но я немного утратил их доверие, потому что я стеснялся. Будьте ответственны за свои ошибки. Четвертый совет. Учитесь на ошибках и научитесь их избегать в будущем. Итак, я устроил пожар в своем дворе. Мы просто жгли костер. Я оставил его без присмотра. И угадайте, что? Я поджег все болото. Я поджег около 20 якров около моего дома. И это не было уже моей землей. И угадайте, кто пришел? Бригада пожарных. И мне было так стыдно. Да, я признаю это. Но также я понял, что никогда не оставлю костер без присмотра. Да я знаю, что ты меня учишь, у меня есть оправдание. Я ходил проверять детей. Нет, все время должен лежать рядом шланг. Нужно учиться на своих ошибках. Иначе, если вы будете их повторять... Да ладно вам. Учитесь на них. Мой следующий совет. Поймите, что могло быть хуже. Гораздо хуже. Итак, мне нравятся кожаные подошвы. Их недостаток в том, что при намокании они становятся очень скользкими. Я спускался по ступенькам несколько лет назад. И я поскользнулся и упал прямо на задницу. И я был так благодарен, что не ударился головой. Ведь я мог получить серьезную травму головы. Я мог оказаться без сознания, но все же мне было стыдно. Мне нужно было идти переодеваться. Кажется, я даже порвал брюки. Но знаете что? Я не получил серьезной травмы. А все могло быть гораздо хуже. Далее, поставьте себя на место зрителя и осознайте, как надуманная стеснительность или чувство неполноценности. Ведь все сводится к тому, что большинство людей заинтересованы только самими собой. Их собственными переживаниями, собственными проблемами. Все, что происходит в их собственной жизни. И если кто-то споткнется и упадет на свое лицо, я не буду смеяться. Это коснулось нас в Украине. Я был со своим другом Юрой, и мы увидели, как упала девушка. Мы подошли к ней помочь, как и должен поступать достойный человек. Далее, нужно уходить от этого. Чем ты старше, чем взрослее, ты осознаешь, насколько мы неидеальны. Мы падаем, мы совершаем ошибки, но нужно вставать обратно в строй. За что вам и мне должно быть стыдно, так за отсутствие попыток стать лучше. Вернемся к моему примеру, что не ваши обстоятельства и не ваш стыд не являются вами. Все имеют дело со стыдом и переживаниями в разные моменты нашей жизни. Надеюсь, что вы воспользуетесь одним из этих советов и полученной информацией, чтобы улучшить свою жизнь. Не вешать нос и продолжать идти вперед. Вау-вау, друзья, мы еще не закончили. Жду ваших комментариев, что вы думаете об этом видео. Что мне улучшить? Я хочу почитать ваши истории. Может, у вас есть постыдные истории, которые затмят мои? Напишите их, и то, как это сделало вас сильнее. Делитесь этим видео с друзьями и ставьте пальцы вверх. Продолжение следует...